Я же захлебнулся бы вверху, вверху информации. Все эти. И мы даже не знаем, как я сейчас вещу. У нас программисты могут работать в Синдии, в Латвии, в США. Вы даже не любите больше. Правильно, если больше, да, в минусе, в минусе. Видите, некоторые знают, как это было. Но однажды у нас есть верные соперника. Я бы сказал, агрегаторы – это великое кумирное, но в истории никогда, если бы в детстве, ничего не произойдет в первый раз. Потому что в 17-м веке гаванцы придумали такую генеральную вещь, как биржа. Они придумали биржу, как механизм, способные производить единую цену на стандартный продукт в единицу в рейтинг. В итоге воздействие международные торговли, мировая торговля, многимотерские и прочее. Вот, я считаю, за то, что в 21-м веке на 100-м веке пришли, аналогичный самый агрегат. Агрегат. Почему агрегат? Для этого есть это. Вот он. Вот это как бурный, а на серый месяц. В 18-м веке, в том, где есть самый агрегат в личной компании мира, 7 платформ, у которых, по-моему, нужно прописаться 4,5 лет. В 2000 платформах это была одна. Одна. А сейчас нет. Я могу сказать. У нас не одна. Первый месяц. Насколько я думаю, у нас 12. Но я думаю, что эти же процессы стремительно прорывают силы в институте. Я даже, как я с изумлением, вы знаете, если я иду отмазал, серьезно обсуждали вопрос. Как пропустить Алиэкспресс? Тоже на логике вести. Тоже просто прийти. Потому что... Да ничего вы серьезного не можете сделать против проникновения такого рода. Поскольку они так скрасывают из тех, что начинают спорить о счетах. Это нельзя. И чрезвычайно трудно. Очень трудно. Почему я говорю, что это новое институте? В институте устроить вам правила, которые позволяют заставить и убедить людей вести себя умнее и числе. Вести себя неопартаментически. Вот агнигаторы я не придумал никакого мужчину. Вроде бы не интересно, как вы меня попустили. Но это миллион, и я это безбелит. Вам не позволяет поиграть качественную сумму. Я не добавлю. Знаете, в чем? Ну, вы знаете, да, что в такого рода платформа не только будут уставлять критику таксисту, который в Москве. Он вам тоже стоит. Там система, где они были, как говорится, как новые, совершенно сеть и оценки очень большие. То, что используется в китайском государстве, оно на самом деле. Кромеически может использоваться. А почему? В покупке. В паре. Да. Югument проиграть. Как Vedited? В первый раз цена. Одесса? Вот что, за разгidelook tandaklui компании. которые есть в современной мировой. То есть вот тут все идет в сеночках, все это надо копать в луку. Так вот, а в луку копание полиция, она не единственное отношение на григо. Невозможное. Потому что там же нельзя объединить и встать в таком мукуле сделать отношение. У лук же и в квартирах есть. Извиняюсь, слишком высоко понимаем. Какие цены, значит, больше, как систер, предыдущие работают. Не работают, а точно не работают. Хотя то, что в отходе будет доминирующий, вот именно несомненно. Не то, что угодно. Вы удовлетворяете. Вау! Затемилизация беда. Прежней с тематемилизации абсолютно смысл при движении, цифровой технологии. Да, значит, давайте кистер. Видимо, не бесплатно. Чем больше нас будет понимать, тем методом мы прилимемся к уровню, который сейчас предъявлено в праве международного комплекса. Вообще непонятно. Можно лицетировать цифровые компания. Есть такая идея, что можно лицетировать после того, потом иначе. Потому что вы либо останавливаете развитие, либо просто успеваете, и солнце в своем зависло от ваших слов. Ну, теперь, про истинные, которые мы начали, про контакты. Я не буду говорить про то, как этот мир представлялся совсем недавно. В работах, между прочим, Оливера Биллинсона, который наступил и получил в 2009 году. Когда думали, кого же во время мирового кризиса дадут наступление. Что такое? Дали инфрациональному международному инфраструктуру. Автору трансакционного платформа. Который объяснил, почему фирмы то разлагаются и все определенные аутсорсы, то наоборот собираются. Но она объяснила, почему они используют динамики трансакционного платформа. Фирмы не направились к фирму и рынку. И выделил главный фактор. Но самый удивительный фактор, который он выделил, это специфичный картин. То есть, если у вас есть активы, которые имеют нулевую цену в таком месте, которые больше нигде не нужны. Вот вам придется вокруг этого актива создавать совместный эффект. Потому что иначе, в общем-то, вы не сможете в гармонии работать. А если активы общего назначены? Деньги, известные профессии и так далее, и так далее. Это не надо. Это нынешний фактор. Вот это ситуация уже не видится. Повторяю. То, за что далее выступили в 10 лет назад, сейчас это значительно выяснилось. Потому что, смотрите, что происходит со специфичного акции. Очень интересно. Я сошлюсь на уважаемых покоя, потому что на эту тему создавать неестественно. Алексей Иванович Барафулович, известный за другом родным человеком, проектором по инновациям в Санкт-Петербургском, в Балифинском университете имени Георгия Великого, более давно он сказал, что монастыка не в аппаратуре всех. Баритович, я в основном был аппаратуре политехнического университета, а он экономистов людей классического университета. Наверное, это впервые, да? Потому что чрезвычайно интересный событий в Санкт-Петербурге. Посмотрите, что происходит с активами. Потому что, видите, Барафулов правится, монастык делал Германию, Виталию и Россию. У нас как-то принято в основном, ну, сейчас уже не знаю, с боев, с боев, прав, большие там. Вы знаете, большие данные, на самом деле, вещь мало интересна для меня в России. Потому что что такое большое данное? Это не сентиматизирование. В разных метрах. Огромные массивные, с которыми как-то данные работают. Как, кстати, работают те же самые фирмы, например, которые имеют эти массивы. И говорят, давайте так, мы у вас покрупаемся, если что найдем, то нам такой эффект. Если не найдем, это наши работы. Потому что это руда с неизвестным содержанием ценных веществ, больших. Есть, конечно, такая штука партий. Цифровая. Да, можно обвешивать датчики, предприятие, процесс, промышленный интернет. Но мы должны получать такую картинку. Получать картинку настоящую. А вас что имеют? Возмучающие. А свидание, всё и другое. А вот насчёт будущего, это цифровые коллеги. Вот это активность. Чрезвычайно дорогие люди. Потому что, что такое цифровые коллеги? Это группа математических моментов. Которые описывают не только то, что с действующим объектом больших людей. Вот, например, я был потрясён, полярно, за объяснение коллег, и так работают честные коллеги, и так работают честные коллеги. Ну, казалось, Китай, который прошёл, а кто знает, а не инженерный, а не инженерный, а не инженерный, то он решил покупать коллеги, разбирается, изучается, собирается, и выпускает старые, то у жительницы сделают на него фундаментальные разготовки о многолетней поиске. Ну, Китай давно должен был все люди, да, и почему так? Потому что и у льгородцев, и у американцев, и у немцев. Давно, когда, не только свои вещи, аж, но и через вещи, и машины 30-го года, и машины 55-го, они лежат с из-за дороги в Венеках. А почему их его пропускать? А зачем? Если рынок идёт? Я их понимаю, я их понимаю, что для вас, главное, будет для всех, в Киеве, и намного, нужно заниматься. Но, как пора, Китай, опустая, в таком роде машину, три месяца нужно, для того, чтобы с отравок в Венеках сделать промышленную силу, по именному поколению. Называем отчалок, и считаем отчалок. И они бьют сразу, через три поколения. Это бессмысленно. Оно существует. Сейчас, скажите, мы видим, так же, зарезервирование развития, в виртуальном мире, оно ушло, думаем, что уже в 30-е, несколько севетовые годы, а в экономистском мире, оно, вот, в WhatsApp. Только, знаете, ты проводишь билеты, замечательные вещи. Дениально. Только, чрезвычайно, не склоняется. Потому что, если вы писали посещение, и у вас, понятно, он денег не платит. Открытие. А вот, если у вас, крафтуются, проводят билеты, вашей группы, кампаний, политикологического процесса, то вы в одну мысль верите все. То есть, от слова, со всех. Поэтому, разъезжает главный вопрос в этом мире, где контракты другие, где, может быть, контракт, например, что такое, что такое, что такое, да у вас, никто не покупает там, дома автомобили, вы, как, собственно, управляете, а вы, все подробности, такого не было. А что такое, смарт-контракты, за исключением арбитра. Раньше, люди предполагали, что там, судить надо будет, Могачевские острова, где там, пятичные комиссии, междопольные, а теперь ради бога, есть автоматический поднимательный контракт. Смарт-контракт, автоматический поднимательный. И у вас есть контракты во-первых, глобализируют нам все, что, когда вы работаете на правиле в России, отсюда, не выходя из своей помощи. И об этом не станете ни в России, ни в России, ни в России, все любите. Но все это пошло в этом. Определенные дни пошло. Чрезвычайные исполнения. И очень интересны. Оптики. Кажется, правильно. Поэтому, я бы сказал, что традиционный момент, вокруг чего идут американские торговые монеты. Это не торговые монеты. Это уже совершенно неважно. Главное, что это традиционный. Это не монетка лучших экологических. И так, действительно, честное распространение. Выпуском в Союзе никто не мог подумать, что сам Сунг сделал что-нибудь приличное. Он сделал такое, что полынет способным соним. Да, в этом смысле Южная Корея, Япония. Да, это проделали. Разница может быть в чем? Доконяющим монетизациям всегда используют чужие технологии. Так делается. Япония, Южная Корея, Китай. но Китай, Китай, Учок использования фронтирует. А вот это есть. Вот эта борьба вокруг сверхновых машин, это борьба с способом обращения с активом. Снова узнать. Снова и разбрать. Поэтому теперь вопрос о цифровом пиратстве это вопрос, я бы сказал, потайный. Кстати, мы напомнили, что космонисты пиратов уже параметно через сутки. Вот тогда действительно важный вопрос для мирового шахматовства, его решение не заберет для вас. не гораздо еще когда они участвовали. Вот я бы сказал, что сейчас вопрос о пиратстве становится гораздо более важным, потому что это вопрос не отчистения за артурский президент. Таким же образом как защита началась. Вот эти два объекта, вокруг которых строятся сейчас и поиски. Пойдем еще а давайте попросим. И это, конечно, через радость, через наше приятное привыче. Человеческий пират. 16 лет вот и так много. Вы понимаете такое что? У нас люди показатели связаны с этим, не хватит школьного образования. я вам хочу сказать что в начальной школе наши с вами дети и внухи отмечаются уроки в первой школе в первой школе нет. И дальше там редковато в первой школе в первой школе у нас есть явные признаки человека хорошего конкурентного конкурентного поля конкурентного ресурса которым мы можем давить но с институтами у нас ситуация как в том количестве мальчика действует больше огнем головы солны что мы в защите прав собственности и восприятие того что есть то есть у нас есть возможность вот на так эти смирения которые в 2012 году мои коллеги мы посмотрели по трудовой статистике и их проект куда уже понимаете что какие профессиональные какие успешны мы оказались наши люди оказались абсолютно непрераспособны мальки математики почему я был математиком там живым а математика один язык цифровый это производство алгоритмов потому что вы должны производить алгоритмы так далее приручить то что он не как быть математик это производство мы не мы не 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 в смысле культуры у нас есть очень высокая дистанция власти с такими что там без нас решать какую-то проблему они это плохо разумеется для динамики видом особенно у нас есть высокие механизмы не открывайте и меняйте не трогайте все но я хочу сообщить завтра у нас колоссальность сошли колоссальность я все время повторяю прекрасные мысли наши соотече перестали бояться будущего я вижу это очень люди перестали бояться неизвестной ситуации поэтому здесь есть мировая ромка есть характеристики есть Борис Александр пишет что страны высокого дистанции класса более высокого характеризма но они пишут что это положительный стандарт и все а у нас нет не я обсуждал серьезные препятствия я не вижу но скажу правду смотрите вопрос об антикористике антикористике два собрания они мне кажется так во-первых самоусловно инвентализм ворусский изучение публика мне кажется лучше всего его выражал Даниил Анатольевич изгибаем замечательного советского российского писателя с которыми приятельствами не могу сказать дружи никому приятельствами Даниил Анатольевич сказал великую фразу он сказал Саша в России можно сделать очень если не спрашивать разрешение вот это и есть правильное образование то теперь про коллективисты это случайно мы не искали ответы на вопрос почему 200 лет в России между сначала западом и потом а про что собственно русский человек он кто он коллективист он общинный или он запомнил или например личность инфекциональность и прочее так вот здесь 2016 году получили проектировать по